Это место называют кто образованием, кто территорией, кто государством, добавляя обычно слово «непризнанное». Полвека назад в результате военного конфликта на этих холмах у Средиземного моря появилась республика Северный Кипр. Официально ее государственность признает только одна страна. Въезд сюда через Турцию считается на Кипре незаконным. Но жизнь по-своему переиначивает запреты и ограничения. Поэтому с каждым годом все больше людей переезжают суда и живут во многих смыслах незаметной жизнью. Мы въехали сюда через Ларнаку, чтобы рассказать про эту жизнь. Места, которые называют кто образованием, кто территорией, кто государством, добавляя обычно слово «непризнанное». На Северный Кипр нас пригласила компания «Май Алания» — вообще-то агентство и застройщик из Турции. А их, в свою очередь, на Северный Кипр привел бизнес. И, кстати, не только их. Это тренд последних лет. Как минимум со второго года пандемии суда из Турции и других стран ерут за коммерческим успехом? В первую очередь мы обратили внимание на Северный Кипр именно как строительная компания. Плюс мы, естественно, растем, развиваемся. И нам интересен европейский рынок, который потихоньку сузился на территории Турции. Европейцы стали меньше покупать. Это можно посмотреть из статистики. Это, в принципе, чувствуется и в самой Алании. Соответственно, строительные мощности перенаправили сюда. Ну и выгода, ликвидность, быстрый рост и повышенный спрос сейчас не только среди европейцев. Ну и, соответственно, постсоветское пространство, русскоязычные наши покупатели. В Турции дорого, в Европе нельзя. Дубай тоже не все могут себе позволить. А вот развивающийся Северный Кипр, где дешево жить, как раз именно то, что сейчас более популярно и часто спрашивают. Из нового офиса Майалании в центре города Кирения мы и начали знакомство с Северным Кипром. Северный Кипр называют Турецкой республикой, что логично, ведь только Турция признает здешнюю независимость, а очевидная экономическая зависимость от нее ощущается почти во всем. Большинство магазинов тут турецких компаний, цены повсюду, в лирах, хотя расплачиваться можно и твердыми валютами. Но главное в целом – общий уклад жизни хранит дух влиятельного соседа. Ведь такую картину вполне можно наблюдать где-нибудь в Турции. Хотя верно ли будет ставить знак равенства между ними? Совершенно неверно. Это я с первого шага поняла, когда на границе киприот. Да, мы с Турцией, но мы своя страна с собственными законами. Это чувствуется, несмотря на то, что Северный Кипр зависит от Турции, у него своя законодательная база, английское право. У него свои правила. Они по ментальности немножко другие, более спокойные. Здесь Европа Европой чувствуется. Он под Турцией, но он другой с собственными законами и с перспективами. Не только турецкое влияние заметно на Северном Кипре, но и, например, британское. Все-таки эти земли долгое время были именно английской колонией. Просто посмотрите, это, например, один из местных университетов. Образовательные стандарты – вот что оставили после себя британцы. А еще левостороннее движение, продукты в супермаркетах, особенно среднего класса и выше, и, пожалуй, специфика общения. Товары, производимые во всем мире, поступают сюда очень легко. Но из Британии автомобили или продукты едут напрямую. Это своего рода наследие колониального прошлого. Хотя, конечно, все остальные товары, подавляющее большинство, прибывают из Турции. Здесь практически все местные турки-киприоты знают английский язык. Причем на достаточно хорошем уровне. Есть чем сравнить элементарно. Допустим, в Турции мы были, в Стамбуле. Но там немного с этим проблема. То есть там все-таки больше все на турецком, на турецком и с английским как-то не так. Наконец, третья сторона жизни Северного Кипра – греческая. От истории никуда не деться. Когда-то греки-киприоты и турки-киприоты жили вместе. Сейчас память о тех временах шокирует в Вароши, квартале Фомагусты, из которого в 1974 году ушли все жители, а сейчас заполняют циничные туристы. Особенно изумляет пляжная зона. Тут в десятках метрах от заброшенных отелей вполне можно купаться. Но иногда греческая картинка радует глаз. Например, в Керении, рядом с портом. Здесь об Элладе напоминают не только серые, разрушаемые ветрами стены. Северный Кипр был популярен и 3, 5, и 10 лет назад. Хотя бы потому, что сюда легко приехать и здесь легко остаться. Эти достоинства у россиян, украинцев, белорусов особенно востребованы с весны 22-го года. Но привлекают эти места не только простотой эмиграции, но и банальными бытовыми радостями. Здесь очень дешево стоят овощи, фрукты, потому что здесь хороший климат, прекрасное место для их выращивания. И апельсинов столько в своей жизни я нигде не видела. Здесь большая русскоязычная диаспора. В большинстве магазинов заходишь, да, и иногда даже не знаешь, как обратиться по-турецки, по-английски или по-русски. Ты можешь выйти, повернулся в одну сторону, посмотрел на горы, повернулся в другую сторону, посмотрел на море. Это место уединения, такое с природой, с самим собой, это прекрасно. Толпа на Северном Кипре действительно пестрая. Больше всего, конечно, турок, но и европейцев немало. В ком-то можно с первого раза узнать туристов, но все больше людей остаются здесь надолго. И вот мы заехали в место, где интернациональность Северного Кипра ощущается более всего. Наш детский сад начал работать, когда началась пандемия. И в течение вот этого времени у нас каждый день приходят дети, не только русскоговорящие, также из Германии, Италии, Франции, Грузии, Украины. У нас есть все дети, которые живут на Кипре. Романтика. Учительница из Грузии открыла частный детский сад. Сюда ежедневно приходят 150 детей. После уроков остаются и младшие школьники. Их родители в это время работают обычно удаленно. Рабочный день начинается полвосьмого. Поэтому наш детский сад, например, до пяти часов, до шести часов, до конца, минута ждем родителей, когда они придут. Вот оно счастье. Маленький, уютный, космополитичный мир. Идеальное место, где все рады друг другу и никто не обращает внимания, откуда ты родом. Жалко, что взрослые живут по-другому. У нас английский преподает англичанка. Русский язык преподает русская. Немецкий. Я сама учительница немецкого языка. И преподаю я. Французский преподает французский. Носитель языка. Потому что это очень важно, чтобы дети должны, если они язык учат, обязательно должны чисто и правильно учиться. Идеализировать Северный Кипр неправильно, и мы не будем этого делать. Непризнанный статус – это как ни крути минус. Он затрудняет развитие. Да, пусть здесь можно найти любые товары. У нас все немного дороже, чем в Турции. Все страны-импортеры имеют более высокие цены. Потому что существует логистика. Добавляются таможенные пошлины, НДС, увеличиваются затраты. И это отражается на нас, потребителях. Самое дорогое – это, наверное, техника. Это телефоны, фотоаппараты. Вот все, что с этим связано. Компьютеры, комплектующие. Мы сюда перевозили часть компьютерной техники. Для нас было целое дело найти, допустим, кейс. Просто пустой кейс. Он очень дорого стоил во всех магазинах. Ну, это просто коробка. Она не должна столько дорого стоить. Но здесь, к сожалению, вот так. Но что это мы все о ценах да о ценах. Жизнь измеряется не только в дороже и дешевле. Если ты переезжаешь, пусть даже не навсегда, пусть на несколько месяцев или лет, тебе придется осваивать иной ритм жизни и привыкать к новым реалиям. Это будет казаться дикостью, когда тебе нужно проехать 2 километра, например, а из-за тебя спросят 50 баксов за это. И других альтернатив у тебя не будет. Вот. В плане общественного транспорта здесь очень интересная система, которая для нас также, она не очень необычна, потому что автобусов по расписанию здесь не ездит. И так далее. То есть это нужно понимать. Да, если привыкли к высокоскоростному интернету, забудьте, это не про это место. Здесь технологии в виде СЛ, которые родом еще из 2000-х, со всеми вытекающими. Слабый интернет, проблемы с транспортом, от материальных проблем никуда не деться. Хотя Северный Кипр – это пример, когда недостатки в каком-то смысле обратная сторона достоинств, и наоборот. А недостаточно развитая инфраструктура, потенциал к росту. Северный Кипр, он сейчас очень успешно пользуется и непризнанностью, и тем, что еще не все развито, и у нас есть перспективы, и самое главное, им хочется это делать. Они открыты к иностранцам, к проживающим, к инвестициям, хотя контролируют процесс, как я уже говорила, даже при открытии бизнеса, 51% – это у вас турок Кипрё. Есть Кирения, есть Фомагуста, есть, в конце концов, столица Никосия, по местным меркам крупные города. Но что представляет собой Северный Кипр, и что притягивает сюда обеспеченных людей, на мой взгляд, лучше всего видно вот здесь. Это СНТП, то ли город, то ли деревня. Вот тут нет общественного транспорта, вот тут совсем мало магазинов и вообще инфраструктуры. Зато есть пространство, есть природа и море с пустынными полосами пляжей. Весь район растянут вдоль побережья, и комплексы идут просто по стройке рядом друг с другом. Есть гольф-поля красивые, есть отдельные пляжи. И здесь нету как такого центра самого района. А центр – это район Гирней, Кирения. Вот если потусить, все туда. Район нового малоэтажного строительства, где три этажа максимум. Красивые квартиры с выходом в сад на первом этаже и лофтом с большой террасой на втором. Здесь наш оператор очень захотел полетать. Все увидите сами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Необычное место. Рядом может быть заброшенная стройка 15-летней давности с совершенно непонятными перспективами. И тут же оазисы, которые стараются сохранить. Еще одна особенность района СНТП в том, что это заповедная зона. И здесь разрешена застройка только 35%. То есть, вот, покупаете земельный участок, и на нем можно застроить из 100% только 35%. А остаток – это будет красивая зеленая зона, сад, ландшафтный дизайн. Здесь еще много, очень много, относительно, конечно, свободного места. И нетрудно понять профессиональное возбуждение опытного девелопера. Здесь он может поработать не только для кошелька, но и для души. Там, где можно построить 5, 15, 12 этажей, ты не будешь строить симпатичные танхаусы с садиком, с малоэтажностью. В этом есть своя красота. Прогуляться по СНТП, посидеть на вилле с красивым видом и с маленькими ухоженными постройками, но меня это очень привлекает. Я считаю, что это одно из применующих, такой островной тип недвижимости Средимноморской. Еще есть свой бассейн, и все так тихо, спокойно, заборов охраняемых высоких нет. Это, в принципе, одна из привлекательных сторон Северного Кипра. Разумеется, кто-то никогда не приедет на эти холмы и пляжи. Но для кого-то в непризнанном статусе нет ничего отталкивающего. Вот и живет это необычное место, зависящее от экономики, политики, но в конечном счете от желания и быта десятков тысяч людей. А масштабное современное строительство ведется здесь последние лет 10-15. Последние три года случился форменный бум. Объекты реализуют в том числе на закрытых продажах, когда покупатель может видеть только картинку. А вот что продают, как продают, почем продают – об этом в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова